Слово к молитве в дни пандемии. Франц Тиссен. Слово к молитве в дни пандемии. И плакать с плачущими – это свидетельство новой жизни во Христе. Сегодня вечером предлагаю обратить внимание на вторую часть этого стиха. Плачьте с плачущими. Кто такие плачущие? Это те, кто столкнулся с утратой близкого человека, со страданиями, с тяжелой болезнью, с неудачей в деловой жизни, с каким-то несчастьем, может быть, с предательством, с горем, с болью. Кто испытывает голод, холод – это обездоленные, одинокие, забытые, оставленные. Что значит плакать с такими людьми? Это вовремя оказаться рядом, выразить свое сочувствие, разделить тяжесть ближнего. Это искреннее участие, совместная молитва, слово ободрения, физическая, может быть, материальная помощь. Это реальная помощь. Плакать с плачущими – это проявить любовь к Христову на деле, дать понять это плачущему. Его любят. Он не одинок в своем горе, в своих переживаниях, в скорбях, в нищете. Друзья, замечаем ли мы таких людей? Давайте посмотрим на окружающий нас мир глазами Иисуса. Чтобы искренне плакать с плачущими, переживать так, как Иисус, надо быть частью Его тела, быть в Нем. Сегодня мы слышим часто такую фразу – это не моя проблема. Вы так не говорите? Друзья, это похоже на то, что это парализованный член тела Христова. Написано 1 Коринфянам 12, 26. Страдает ли один член? Страдают с ним все члены. Плакать с плачущими – это то, что Иисус ожидает от своих детей. Когда мы так поступаем, тогда люди видят Бога в нашей жизни. Иисус плакал. Евангелие от Иоанна 11, 35. Это самый короткий стих в Библии. Иисус прослезился. Иисус пришел в семью, где умер Лазарь. Он сострадал. Он принимал участие. Он утешал сестер Марию и Марфу. В Евангелие от Иоанна 5 глава мы читаем, что был праздник в Иудее, и пришел Иисус в Иерусалим. И, казалось бы, где он должен быть? Он пошел в Вефезду. Там было великое множество больных, слепых, хромых и сохших. И все эти люди ожидали движения воды. Написано, ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. И вот здесь Иисус встречает больного, который 38 лет болен. Иисус, увидев его, спрашивает его, хочешь ли быть здоров? Больной ответил ему, да, Господи, но не имею человека. Вы слышите? Не имею человека. Братья и сестры, вы когда-нибудь плакали с плачущими? Вы посещаете дом плача, вы бываете на похоронах. Вы посещаете больных людей дома или в больнице. Вы помогаете нуждающимся. Вы подставляете свое плечо под тяжесть другого. У вас в сердце есть слова сочувствия, сострадания? Молитесь ли вы за других? Написано книгой Екклезиас 7.2 Лучше ходить в дом плача в умершем, нежели ходить в дом пира. Книга пророка Исаия 58.7 Разделись голодным хлеб твой. Послание Якова 1.27 Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом Есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях. Послание Галатам 6.2 Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Плакать с плачащими – это любовь на деле. Это проявление любви. Когда любишь, ищешь, как помочь. Любовь до глубины сердца чувствует чужую боль. Будем плакать с плачащими. Атор родного стихотворения выразился так. День склонился к концу. Все короче жизни дорога. Помоги мне, Господь, излучать теплоту на ходу. Я в пути, а нужды в этом мире так много. И пройденным путем я уже никогда не пройду. Будем молиться о том, чтобы, находясь в нем, в Господе, проявлять послушание ему. Любить делом. Плакать с плачащими. Время молитвы. 21.00 РИТМ Продолжение следует...